Всем привет! Начинаем видео с красивых кадров. Вы тоже берите что-то покушать, блокнот или что-то творческое, присаживайтесь поудобнее и будем вместе оформлять, заполнять ежедневник в комфортной обстановке. Сегодня я оформляю ежедневник на последний месяц лета август, как бы это грустно не звучало, но лето подходит к концу. Хотя думаю многие рады, так как наконец-то немного похолодало и можно жить, спать спокойно, а не выживать. Пока что я буду творить на кухонном столе, но скажу по секрету, сейчас записываю озвучку на монтаже от снятого ролика, у меня появился новый рабочий стол. Скоро будем вместе его организовывать, расслаблять канцелярию, спонсоры моего канала уже видели как он выглядит и вообще они чуть раньше смотрят абсолютно весь мой контент. Так что если желаете, можете оформить спонсорство. Для разделителя я взяла свои любимые фломастеры Крайола, нашла в Пинтересте красивую эллипстрацию и решила срисовать. Это деревянная качеля, знаете как в фильмах на дерево крепят, такая очень сказочная. Вокруг марками нарисую цветочки и ниже напишу название месяца. Потом все рисунки я введу тонким черным лайнером на 0,3 мм. Сегодняшний вопрос в комментариях, почему вы подписались на мой канал, пишите ниже, мне очень интересно почитать и не забывайте переходить подписываться на мой телеграм канал, чтобы узнавать все новости от меня и выход новых видео. Вот такой разделительный новый месяц получился. Качельку можно закрасить карандашами, но у меня здесь их нет, они на втором рабочем месте в моей подростковой комнате у родителей. Так что пока пусть будет так, переходим к первому развороту, который будет с трекерами полезных привычек и другими штуками. Для разворота выбрала пастельный персиковый цвет, выше рисую флажки, на которых напишу название месяца. Использую два лайнера, тонкий для обводки и толстый для надписи. Ниже решила сделать календарик на август, чтобы отмечать важные даты. А в итоге все размазала и получилось грязно. Позже исправим, заклеим наклейкой, в общем переделаем. Вы не представляете, у меня здесь нет линеек. Все линейки на моем втором рабочем месте, поэтому я использую такой пак со стикерами-наклейками, где сбоку есть небольшая линейка на 14 см. Вы знаете, удобненько. У меня есть такая машинка для сбора катышек от Ластика. И это самая гениальная вещь для художников или любителей порисовать. Потому что все быстренько собирается и вокруг чистота. Не помню где заказывала, но думаю не сложно найти на любом маркетплейсе. Или поищите в моих видеораспаковках канцелярии. Там должна быть ссылка. Что же я делаю? Это будут трекеры для отслеживания полезных привычек. 8 маленьких трекеров и один большой для сна. А слева 2 окошка для целей на месяц и других заметок. Вы можете писать привычки, которые хотите внедрить в свою жизнь. У меня в этом месяце будут трекеры спорта. Кстати, я записалась в спортзал. И хожу как на разные групповые занятия, так и индивидуально с тренером занимаюсь. В общем, серьезно начала заниматься своим здоровьем. Потому что в последнее время спорта в моей жизни очень мало. Несмотря на то, что я достаточно часто гуляю с собакой по 3-4 раза в день. Все равно нужна какая-то еще физическая активность. Потому что раньше я ходила на спортивно-бальные танцы. И могла садиться на разные шпагаты. В общем, была отличная растяжка. Сейчас я как дерево. Летом сезон персиков. И это мой любимый фрукт. Я готова его есть 24 на 7. Я обожаю персики, абрикосы. Все, что с ними связано. То есть как сам фрукт, так и какие-то добавки. По вкусняшкам, допустим, что-то со вкусом персика. Это обалденно. На следующий день при очередном поедании персика у меня отклеился ретейнер. Так что завтра я иду к Ортодонту. Да, 3 года все было хорошо. А тут бац и отклеился. Далее трекер называется «Утро без телефона». Думаю, понятно для чего. Трекеры чтения, ведение ежедневника. Так как в последнее время очень мало планировала на бумаге. Из-за большой загруженности. Пора возвращать ежедневник в мою жизнь. Да, как это часть моего канала. Мне нравится как вести блокноты, так и снимать о них видео. Несмотря на то, что это занимает безумно много времени. Поэтому во время заполнения я включаю какой-нибудь фильм, сериал. И погружаюсь в творчество с головой. А ушами иногда глазами поглядываю на экран, чтобы не было скучно. Да и информация так запоминается и усваивается намного лучше. Как мне известно, когда ты кого-то слушаешь те же аудиокниги. При этом нужно что-то делать руками. Можно раскрашивать, рисовать, играть в какую-то монотонную игру на телефоне и так далее. Справа трекер ухода за лицом, ведение блога, медитации, воды и большой трекер сна по часам. Позже покажу как его заполнять. Тем временем я выбираю наклейки, чтобы исправить ляпы и дополнить разворот. Выберу большую, чтобы заклеить календарик. Ниже сделаем новый, потому что этот отвратительный. Продолжение следует... Разворот дополняю мини-дудлами. Обычно беру серый маркер и рисую звездочки, закорючки. Выделяю наклейки. Мне очень нравится, как это смотрится. Таким образом я буду заполнять мини-трекеры. Можно ставить крестик или точку в ячейку. А большой трекер нужно заполнять по часам. Внизу часы, слева числа. Берем толстый текстовый делитель. И отмечаем, со скольки легли спать до времени пробуждения. Допустим, первое число я легла в 11 ночи и проснулась в 7 утра. Сверху можно также написать время, чтобы не запутаться. Мы дошли до основного разворота для плана. Покажу, как мне сейчас удобнее планировать свою неделю. Карандашом делю страницу на три части. Сверху и снизу оставляю небольшие колонн-титулы. Потом увидите для чего. Специально решила разделить простым карандашом, чтобы не было резких черных линий. Мне нравится, чтобы на развороте была полная неделя, чтобы сразу отмечать важные даты. И при открывании планера не листать его, ничего не искать. Последнюю ячейку можно разделить на два дня. Вверху снова пишут, что за месяц. И можно начинать планировать. В ячейках каких-то менее загруженных дней можно делить их на две части. Писать важные заметки, туду листы, списки, идеи, рецепты. Делать скетчи, схемы и так далее. Я образно начала планировать август, потому что обычно новую неделю начинаю планировать в конце предыдущей. И мне пришла идея. На самом деле в этом ежедневнике уже творится непонятно что. Я начинала планировать, что-то оформлять в основном для видео. И он не выполняет свои функции. Поэтому думаю этот оставить для контента. Показывать и творить в нем чисто в видеороликах. А к сентябрю завести новый планер. Что думаете по этому поводу и планируете ли вы свой каждый день? Либо иногда забрасываете. Внимание, показываю как не стоит делать. Чтобы было аккуратно не размазано, лучше сначала выделить, а сверху написать текст. А еще все зависит от листов. В этом блокноте они толстые, но какие-то глянцевые. Поэтому некоторые ручки очень сильно размазываются и расплываются. Надеюсь вы хорошо провели время. Буду благодарна за лайк, подписку. Фото этих разворотов для удобства опубликую их в свой телеграм-канал. Можете сохранять, повторять, отмечать меня. Ждите следующие ролики. Можете поставить колокольчик возле подписки, чтобы не пропустить. И до новых встреч. Пока. Да, скоро будет организация нового рабочего стола и расклад на линии канцелярии. Я знаю вы это любите.